В минувшем году правительство округа за счет бюджета всех уровней помогло более чем 22 тысячам предприятий малого и среднего бизнеса на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Кроме прочего, это помогло создать более 3,5 тысяч новых рабочих мест. Например, в Нягоне в прошлом году три десятка предпринимателей получили финансовую поддержку на открытие бизнеса, а еще 10 проходят процедуру оформления сегодня. Популярность этой меры в простоте. Гражданину необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения в качестве безработного, не имея при этом никаких попутных заработков. После чего обратиться в региональный фонд поддержки предпринимательства. Стоит отметить, что в 2020 сумма выплаты на открытие бизнеса была увеличена, а сама мера поддержки продлена до конца этого года. Все достаточно комфортно. В течение 40 минут предприниматель проходит процедуру регистрации в качестве юридического лица. Открываем автоматический расчетный счет. То есть, опять-таки, не нужно бегать по банкам, искать, где какие непосредственно условия более выгодны. Все на одной единой площадке происходит. И это очень удобно, потому что мы также помогаем выбрать систему налогообложения, выбрать АКВЭД, который необходим потом непосредственно для ведения бизнеса. Федеральная служба судебных приставов организует работу горячей линии по работе коллекторских организаций. Специалисты ведомства будут консультировать 28 и 29 января с 2 до 5 часов дня. В прошлом году судебные приставы рассмотрели более 400 обращений жителей округа. В результате 45 организаций привлекли к ответственности. Так, благодаря работе приставов микрофинансовые компании оштрафованы на общую сумму более 600 тысяч рублей. Понесли наказание и организации, которые включены в госреестр. Размер штрафных санкций составил 1 миллион 390 тысяч рублей. Вершина, Арктика, импульс, чемпион. Все это варианты названия нового спорткомплекса в Покачах. Его строят в рамках соглашения с нефтяниками. По проекту здесь выделены отдельные помещения для занятий акробатикой, боксом и борьбой. Кроме того, в здании предусмотрена универсальная спортивная площадка, где можно будет проводить тренировки и соревнования по волейболу, москетболу и мини-футболу. Также запланированы залы для занятий на тренажерах и фитнесом. К появлению нового объекта в Покачах активно подключаются местные жители. Так, сейчас в соцсетях идет голосование за название спорткомплекса. Вариантов много, но большинство горожан проголосовали за Сибиряк. Сибиряк – целая спортивная эпоха. В его стенах росли и тренировались. Двумя руками за Сибиряк. И память, и преемственность. Сибиряк – это сила. Мы из Сибири. Старый комплекс «Сибиряк» возвели в 88-м году. Он нам хорошо послужил. Название придумали тогда все вместе – и нефтянники, и строители. Мастерская «Люкан» и фонд угорских проектных инициатив реализуют новый проект с помощью гранта-губернатора. Семья Любавиных несколько лет назад создала маленькую мастерскую деревянных игрушек. Они, к слову, помогают детям изучать хантыйский. С деревянных пазлов можно собрать куклы, дома и даже карты игры. Все детали вырезают на лазерном станке и подписывают хантыйскими названиями. Это помогает детям погрузиться в традиционную культуру народов Севера. Игрушки предназначены для детских садов, для уроков родного языка, чтобы детей погрузить в родной язык. Мы пытались создать, чтобы игрушки были современные, понятные современным детям, интересные и при этом отражали традиционную культуру.